Культпоход Её сегодня будет Ирина Черных, одна из авторов работ на этой выставке, художник, член Вятского союза акварелистов, член Союза акварелистов России, художник по костюмам, преподаватель живописи и графики в изо-студии для взрослых. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте рассказывать. Там работы не только ваши на этой выставке, там ещё ваши коллеги, соратники по Вятскому союзу акварелистов. И история у этой выставки тоже такая довольно интересная. Она в Киров не сразу попала, я так понимаю, да? Да. Участники этой выставки практически все члены нашего союза акварелистов Вятского. И тему мы выбрали не случайно, потому что частенько ездим на пленэры именно по малым городам России. И эта тема привлекает всех нас. Мы все выросли, родились в этих маленьких городах. И хотелось сохранить в работах дух старины. Именно вот эту какую-то сказочность, уют маленьких городков, который очень быстро в последнее время исчезает и стирается с лица земли. То есть, если я правильно поняла, не только Вятка представлена, да, в этих работах, а и другие города какие-то? Да. Там представлены такие города, как Суздаль, Углич, Переславль-Залевский, Шадринск, Далматово, Курганской области. А Шадринск это Удмуртия, да? Или нет? Нет, это Курганская область. Да. И наши малые города Уржум, Слободской. Они тоже очень привлекательные с художественной точки зрения. Живописные такие, да? Мы их очень любим, да. А Кирова нет на работах? Есть, есть, конечно, да. И именно в той выставке, которая сейчас представлена в арт-холе Чарушин, мы собрали работы для этой экспозиции именно больше Вятского края. Потому что сейчас развивается внутренний туризм, к нам приезжают многие гости из соседних и дальних регионов. И где как не в том месте, где останавливаются эти гости? Чтобы они увидели Вятку во всей красе, во всех её прелестях. Ну и не только саму Вятку, но и какие-то городки, которые находятся рядом. Началась эта выставка, проходила впервые ещё в декабре прошлого года в Кирово-Чепецком музее. Там прекрасный выставочный зал, там нас очень любят, очень здорово организовывают. Само мероприятие открытие, и хорошо составляется экспозиция. Там мы представляли именно разные города, то есть не только Кировскую городу. А, то есть там больше было городов из других регионов? Там больше было разнообразия географического. И настолько мы не ожидали, что такой отклик найдёт эта выставка, что приходили не только чепчане, но и гости города. И, например, те чепчане, которые уже давно уехали из города и возвращались, говорили, что мы как будто бы вернулись в детство. Что это какая-то наша прошлая жизнь. И всё равно все эти городки, хоть они находятся в разных краях, они всё равно объединяются какой-то темой определённой. И вот этим вот каким-то душевностью. И это на зрителей очень подействовало. То есть отклик был очень хороший. У меня ощущения всегда от акварели, от работ, что они такой немножко дымкой как бы затянуты чуть-чуть. Вот ощущение такое. И вот, не знаю, может быть, это ещё создаёт дополнительную такую историю погружения. Ностальгию. Ностальгию в прошлое, как будто вот немножко так за занавеской такой вот из органцы, вот этот домик. То есть ты её отодвигаешь и открываешь вот эту дверку в прошлое. Но как-то так. Я не знаю, понятно ли я объясняю. Очень понятно и очень поэтично. Я заслушалась, Аня. Продолжай, пожалуйста. Так. В общем, вот они приезжают, они говорят, что возвращаются фактически. Я так понимаю, это Союз аквалиристов именно был, да, инициатор этой выставки. Это какая-то ваша авторская задумка. Ну, то есть это не перевозная какая-то выставка, которая по всей России путешествует. Это именно наше такое, да? Это наше. Да, это наше. Нас в Союзе пока шесть человек. Участников этой выставки пятеро. Кто? Я, Татьяна Коршунова, Анна Чентимерова, Нелли Карасёва и Ольга Шишкина. Ольга Шишкина у нас переехала в Москву жить, но она с нашим союзом осталась. Ну, так же, как и Ольга Курилова. Она в Санкт-Петербурге живёт, но мы всё равно сотрудничаем в плане искусства, поддерживаем связи. Вот. И когда эту выставку мы сделали, такой отклик от зрителей увидели, и профессионалов, то есть художники Кирова-Чепецка попросили эту выставку по окончанию музейной экспозиции забрать к себе в художественную школу. Она у них ещё там была. И мы решили, почему бы эту выставку не сделать передвижной. А как вот раньше эта плеяда художников-передвижников делала, вот мы пошли по их стопам, так скажем. И хотим показать как минимум по нашей области. Мы готовы вывезти в любые другие малые города. Ой, у меня идея сразу. Надо в башню в Слободском привезти. У Анатолия. Там как раз Анатолий Ремонт затеял лестницу вот в этой своей водонапорной башне. Там всегда проходят какие-то поэтические вечера, да. То есть выставки, читки. Так что, мне кажется, в этом пространстве будет удивительно смотреться. Это было бы здорово, да. Тем более сейчас, я смотрю, в городе проходит очень много перекликающихся именно с концепцией нашей выставки мероприятий. То есть какие-то архитектурные спектакли, которые, например... Ой, это мой, это мой. Да. Приходите, кстати, если ещё не видели. 4 сентября последний показ. И выставка, например, такой организации, как Том Сойер на вязке. Том Сойер на вязке. Да, потому что они собирают деревянное кружево. И вот это вот всё, мне кажется, очень перекликается. Ещё молодые фотохудожники делают выставки на эти темы. В принципе, можно даже как-то объединиться и что-то это собрать в какой-то... Это мы на прошлой неделе, по-моему, разговаривали как раз, да? С Региной, да. Ну, это другая немножко тема. А у неё же был «А сквозь пальцы». «А сквозь пальцы» — это её фотофотографический проект. Как раз она фотографировала дома в пограничном состоянии, как она говорит. И у неё огромный сайт, а «Лонгрид» такой прям сделан по этой теме, да. У меня тоже есть такая небольшая коррекция работ уже домов, которых нет. Вот, то есть мне даже жалко эти работы продавать, потому что, ну, этого уже не будет. Это уже история? Да. А у вас на выставке работы большей частью — это пейзажи, это, вот, опять же, дома какие-то? Или есть и портреты, и натюрморты? Какого жанра они? Здесь именно представлен архитектурный пейзаж, городской пейзаж. Или, можно даже сказать, сельский. Ну, не принципиально, но, в общем, обязательно с присутствием архитектуры. Объекты какого? Почему и городок провинциальный, то есть подразумевает сам по себе. Но мы все работаем, хоть и акварелью, но абсолютно по-разному пишем. Вот вы сказали, да, там сквозь дымку, сквозь занавеску тюлевую. Вот, можно прийти и убедиться, что абсолютно по-разному работают. Вот у кого-то более резкие, яркие, сочные работы, у кого-то летящие, у кого-то тающие. Объясняющие, то есть абсолютно по-разному передаем буквально одни и те же сюжеты. У нас даже на открытии выставки был такой небольшой квест. «Найдите две работы разных авторов, написанного с одного места». А, есть и такие, да? Да, оказалось, их два. Мы даже не заметили, но зрители нашли. То есть это один и тот же объект, просто разными художниками, с одной точки, там, ну, немножко разных. В разное время написан, то, что понятно, в разной немножко манере, и люди находили такие. Ой, а можете рассказать нашим слушателям, что это за место? Вот те слушатели, которые соберутся прийти на эту выставку, а у них уже есть такое вот задание в голове, загадка какая-то. Что это за место? Это перекрёсток улицы Свободы и Преображенской, Энгельс, бывший. Моя работа «Роддом номер один» и у Татьяны Коршуновой улицы Свободы. Написано даже в разное время года и в разной технике, у меня ещё с добавлением туши. А ещё одно местечко – это Уржумский дворик. А что это? У Анны Чентимеровой работа есть в этом дворе написанная, и у меня. И её не все находят, хотя они висят практически рядом, потому что разное абсолютно видение и подача. То есть это дворик в городе Уржум? Да, этот двор самый популярный, его пишут все художники, когда попадают на пленэр в Уржум. А почему? Чем он так популярен? Там такое слияние вот этой старинной архитектуры и деревянной, и каменной. Уржум славится относительно живыми ещё воротами старинными городскими. И вот как раз этот двор написан изнутри, с видом на улицу, через ворота. Портал такой получается немножко. Да. Ворота – это прекрасно. Я вот сейчас задумалась о том, а где в Кирове сохранились ещё? Ну, где сохранились ещё? Сохранились. У нас тоже представлены они в картины. Да, например, на Казанской ещё есть, напротив бывшей поликлиники, детской поликлиники 8 марта. Кто помнит нашего поколения, там сейчас уже новые дома, а поликлиника вся заколочена под снос. Там ещё сохранились вот эти ворота. На Орловской есть остатки этих ворот. Они, конечно, уже в полуразвалившемся состоянии. То есть отчасти выставка ещё и такой, не знаю, документ, что ли, получается. Архивный даже уже фактически. Художественный документ. Да, вы сказали про разное время года. То есть там не только лето? Нет, не только. Пленэр на самом деле – это живопись на открытом воздухе. И когда позволяют погодные условия, и даже когда не позволяют. Есть у нас такие экстремалы в виде Татьяны Коршуновой. И зимой? Любительницы пописать и зимой, и замерзающими красками. А, кстати, как это, да, мне кажется, даже масло на морозе всё равно уже… Есть всякие волшебные средства, например, там, спирт. То есть вместо воды используется спирт, чтобы не замерзали краски. Разбавлять, да, получается? Да, ну и на самом деле самое волшебное средство – это машина. То есть писать из… Автомобиля. Из автомобиля? Серьёзно? Так можно? Ничего себе. Я тоже об этом догадалась пару лет назад, потому что, когда увидела, что Татьяна пишет зимой, я удивилась, как можно акварелью писать на таком большом формате зимой. Вот оказалось, что при наличии машины можно. Либо достаточно большая должна быть машина, либо работа не очень большого формата, да, чтобы это как-то разместилось, нужно же ещё там кисти, краски всё рядом расстроить. Очень удобно, просто машина создана для этого. Слушайте, а вот это всегда же с натуры, да, пишется? Или можно, например, какие-то наброски сделать? Я вот абсолютно не сильна в технике художественной, да? Можно сделать какие-то наброски, там, понять, посмотреть, как это выглядит, не знаю, там, сфотографировать себе на памяти, потом уже доделывать где-то в мастерской. Да, но это не пленэрная уже живопись будет. Пленэрная живопись пишется именно с натуры на месте, да, то есть под впечатлением, при естественном освещении именно ловится тот момент, который происходит сейчас. А я знаю художников, которые так на пленэре набросают большую часть, а потом дома у себя дописывают по памяти или по фотографии. Есть такие, ну, они маслом писали, я помню. Не аквалеристы, а аквалеристы, честно, да, все выполняют на пленэре? Ну да, в большинстве случаев, да. То есть все эти работы, которые на выставке, они все вот прям... Все пленэрные. Все с натуры. Да. Все сделаны прямо на месте. Ирина, а как они связаны с Чарушиным? То есть, я так понимаю, эта выставка открыта в отеле Чарушин, как раньше называлась центральной гостиницей, сейчас она связана как раз с зданием. А там еще сложность небольшая сразу. Просто слушателям надо сказать, что это арт-холл отеля Чарушин, и это не вот вход центральный, да, со стороны гостиницы, там, где написан отель Чарушин, а это немножко сбоку, получается, с улицы Московской. Вход с Московской рядом с рестораном «Россия». Там большими буквами написано «Коворкинг-центр», а арт-холл где-то более мелким шрифтом. Да, в общем, не потеряйтесь. Но я думаю, что если вы спросите, если придете в центральное здание и спросите, то вас сориентируют правильно. Вход свободный на выставку, может зайти посмотреть каждый. Если вдруг у вас не получилось прийти в будни, то в выходные можно пройти именно через вход в ресторан. А в какое время работает выставка? Стабильно работает с 9 до 18, но если в «Коворкинг-центре» работают люди, то она может работать и дольше. Давайте тогда сразу все организационные моменты проговорим. А какое возрастное ограничение? Ноль плюс возрастное ограничение. Ноль плюс возрастное ограничение. Да, да, да. У нас пейзажи ничего не подразумевают. Ничего наносящего вред здоровью и психологическому детей не наносятся. Давайте еще скажем, что выставка работает до конца лета. Вполне возможно. Что будет продлена. Может быть, будет продлена. Или переедет куда-то. Да, вот очень хорошая затея со Слободским. Мы бы хотели обязательно там выставиться. Надо с Толиком Рубатом связаться, мне кажется. Вот только, может быть, на время ремонта. Он сейчас там лестницу затеял ремонтировать где-то в августе. А по окончании ремонта как раз ближе к сентябрю, мне кажется. Мне кажется, да, это было бы хорошо, конечно. Тем более, что в помещении это будет не на воздухе. Можно с чем-нибудь совместить, каким-нибудь творческим или политическим вечером, стихи и еще что-то лучшее такое. А насколько, Ирина, аквалеристы консервативны? Вы сказали, что в вашей работе вы использовали тушь. Тушь это тоже относится к акварели? Или бывают вообще какие-то смешанные? Кто-то захотел пастели немножечко добавить, кто-то масляную краску капнуть. Или это вообще недопустимо для аквалериста? А тушь на резкости такой придает или нет? Или я ошибаюсь? Ну, тушь, конечно, к акварели не относится, но она относится к графике. То есть графика это, по идее, все, что на бумаге. Вот одного вопроса меня лишили. Не надо было, надо было сказать. Ну ладно, у меня запас есть. Там еще много интересных вопросов. Вот. Поэтому... Но, в принципе, техники совместимые. Мне кажется, что они вообще идеально совместимые. Я обожаю именно акварелию с тушью. Она добавляет какой-то экспрессии. То есть у меня не тушь, когда там тоненькая какая-то обводка, контурный, такой иллюстративный подход. А больше именно я работаю тушью-кистью, потому что я увлекаюсь китайской живописью. Мне очень нравится гу-хуа, и я в ней практикуюсь регулярно. А можете сказать, что это такое? Гу-хуа — это китайская живопись, так переводится. Да, то есть там в основном же тушь. И я это применяю на своих работах. То есть такой у меня, как это называть, синтез, перенос восточного искусства на свои работы. То есть вот. Но в такой технике только одна работа представлена на выставке. А на самом деле я очень работаю в ней много. А у вас именно какие-то технические аспекты перетекают в вашей работе? Или в целом вот китайская философия, потому что мне очень нравится понятие либуаи, которое существует в китайской живописи. Это вот невозможность передать всю красоту мира. И, скажем, одна веточка сакуры способна передать всю прелесть. И всё, что за ней художник уже не прописывает. Философия мне тоже близка. Но именно технические моменты мне нравятся. И именно техника сей-и. Это когда «Свободная кисть» называется. Здорово. Я уже хочу прийти посмотреть, увидеть. И эти работы очень живые, мне кажется. Они на одном дыхании сделаны. Они реально связаны с дыханием, с техникой цигун. Когда движение рукой к кистью делается на выдохе. Ничего себе. Прямо всем телом работает художник. И оздоравливается в этот момент. Я вспоминаю, 90-е годы было модно достаточно тогда использовать эту технику. То есть полное сосредоточение на работе. Потому что работает без предварительного рисунка, без карандаша, без эскиза. То есть у тебя всё в голове. И ты вот это всё переносишь вживую на бумагу. У тебя, можно сказать, нет права на ошибку. Ничего себе. Как интересно. И для меня это такой некий адреналин. И мне это и нравится. А если что-то пошло не так, как представляется в голове, то сразу же перестраивается по ходу концепция? Ну да. То есть тут нужно доверять, ну как и акварели, в принципе, так и туши. То есть доверять краскам, кисти, текучести. Может, там тебя свыше направляют в какую-то другую сторону. И это более верный ход. То есть ты уже смотришь, как что дальше идти. Да, акварель всегда как-то с текучестью ассоциируется. Ты не зря сказала про дымку, про какую-то вещь, связанную с... Не знаю, у меня с прозрачностью ассоциируется. С прозрачностью, да. Ну да, в акварели важна именно прозрачность. То есть если мы будем писать густо, она уже перейдёт в гуашь или что-то. То есть тут важно сохранить прозрачность слоя. Да вы сказали, что бывают работы прямо тёмные, резкие. А как это сделать в этой технике? Это зависит от самого художника, как он пишет. Например, у нас Аня Чентимерова пишет достаточно сложными оттенками. Но у неё очень мягкая акварель. Она пишет по-сырому преимущественно. А по-сырому это как? Смачивается бумага с двух сторон, предварительно хорошо намокает. Притом бумага используется специальная акварельная, хлопковая. Ого, ничего себе. То есть у нее целлюлозы, как мы привыкли, и с хлопком. И она очень хорошо держит воду. И вот это вот растекание, вот эта дымка как раз... Образуется благодаря этой технике, да? Да, так вот. Да. И ещё Анеля Карасёва у нас, например, очень сочная у неё акварель. Яркие в смысле. Да, экспрессивная по мазку. Это по-сухому надо делать, да, наверное? Да, преимущественно по-сухому работает. И она не боится использовать яркие цвета. Это её лицо, мировосприятие. Мне кажется, этим и её работа привлекательная. Я очень... Ну, я вообще люблю акварель у всех наших друзей художников. Вот, то есть все мы немножко по-разному пишем. Подумала о том, когда вы говорили про технику работы по-сырому, что немножко фреску напоминает что-то такое. Потом всё это застывает, засыхает, и получается какой-то совсем другой, наверное, и цвет, и фактура. Я увела тебя от твоего вопроса, и мы не задали его... Про Чарушина? Да, 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 про Чарушина вопрос. То есть там есть работа, которая связана... Связь есть с Чарушиной? С архитектурой его? Думаю, что да, потому что на самом деле самые привлекательные архитектурные объекты в городе — это Чарушинские. Не называем их. Это мой вопрос. Это мой вопрос. Хорошо. Поэтому я думаю, что можно найти в наших работах именно эти объекты. И связь с Чарушиным тоже. Да. Ну и у меня в планах ещё вот именно по Чарушину сделать какие-то работы. Те здания, которые забыты, заброшены стоят, и ни туда, ни сюда. То есть я очень рада, что, например, восстановили Крин. Что его не отдали. Лофт-пространство там теперь появилось. Да. А ещё таких на самом деле много зданий. Мне так понравилось это здание Крина. Кто не был, тоже сходите обязательно. Там такое чудесное пространство. Мне сразу же захотелось спектакль там сделать. Там, правда, акустика не очень, но мне кажется, там само по себе место такое. Действительно, оно провоцирует желание творить, там что-то делать, запечатлевать, как-то рефлексировать его, делать какие-то его репрезентации. Там действительно здорово. А ты хотела что-то спросить? Нет, 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 продолжай. Нет, я просто хотела спросить, что вот я вижу там около 80 работ. То есть это довольно большое пространство. Это в Чепецке было около 80. А, это в Чепецке. А здесь вот я не знаю сколько. А вот мы не посчитали. Но думаю, что примерно столько же, да. Потому что часть работ вы, как я понимаю, из Чепецка, которые там были, часть работ вы убрали, а часть добавили, получается, да? Да, мы поменяли некоторые работы. У нас большой запас на эту тему. Кстати, вопрос, да, что с этими работами? Вот смотрите, ну там планы есть на эту выставку. Ну вот... Можно ли купить, ты хочешь спросить? Ну да, и это тоже. А потом какое время вы будете их хранить? То есть если вот есть планы потом куда-то это везти, там города какие-то, да, Кировской области, ещё куда-то, они будут храниться у вас или они будут обновляться постоянно? Я думаю, что обновление будет постоянно, потому что мы продолжаем эту тему ещё, я думаю, это надолго. Но мы всегда рады продать свои работы. То есть можно, это не возбраняется, прийти и попросить, например, да? То есть связаться, попросить телефон кого-то из художников, чья работа понравилась? Потому что хочется, чтобы картины продолжали жить, чтобы они радовали... Ну тут не музей получается, то есть они на самом деле, они наши, у нас живут, занимают места уже, которого и так мало. Вот, а то есть на выставке это всё равно временный вариант, да? Вот, и поэтому если найдётся для них хозяин, и эта работа совпадёт по впечатлениям, по душевному состоянию с каким-то конкретным человеком, то мы будем только рады, если он выберет нашу работу. У меня ещё идея возникла, что если бы администрация гостиницы пошла на встречу, например, можно было бы часть работы ставить и украсить саму гостиницу ими. Потому что я помню, у нас драматурги приезжали на какую-то лабораторию, я в гости к ребятам заходила, там на каком-то этаже. Ну, такие, так себе, если честно, висят какие-то фотографии, очень такие довольно условные. Вот, можно было бы заменить прекрасными авторскими работами наших художников, можно было бы поставить их на место того, что там есть. Ой, что-то я раскрытиковала всю гостиницу. Я ещё хотела спросить, у вас в пресс-релизе тоже указано, что на открытии выставки вы презентовали новый одноимённый календарь и открытки с репродукциями. А что это за календарь? Скажите, пожалуйста, потому что в прошлый раз, когда вы приходили к нам на эфир, вы выпускали какой-то календарь, по-моему, первый у вас был от Союза Аквалеристов. Сейчас это именно для выставки, да, созданный календарь. То есть это по выставке городок провинциальный как раз, вот те работы, которые там представлены. Я ещё сразу скажу, что такой календарь мы разыграем сегодня, да. Ирина, расскажите про календарь. Мы уже ввели в традицию нашего Союза ежегодно выпускать календарь с нашими работами. Эти работы в каждом новом календаре не повторяются. Мы стараемся свежее добавлять. Первый календарь наш был тоже по теме городского пейзажа, но больше связан с временами года. То есть там природа была, наверное, да, больше? Или и дома тоже? И природа, и дома. Так, ладно, так. Второй календарь у нас был благотворительный на тему котиков. Вот, мяу, в прошлом году. Это то, что все любят, так. Да, то есть у нас практически у всех есть кошки. Я ещё занимаюсь зооволонтёрством, поэтому всё совпало. Мы всё объединили. И этот календарь, конечно, разошёлся у нас на ура. А здесь мы не стали ждать декабря, так как выставка... Вот сейчас. Сейчас. И не каждый может позволить себе купить работу живую. Художника. Да, то можно приобрести календарь. Здесь более 25 репродукций точно есть. То есть по 2 репродукции на каждый месяц. Представлены все 6 авторов Союза акварелистов. И тема идёт именно городок провинциальный. Здесь не все работы, которые на выставке именно. Ну, потому что на выставке 80, а в календаре 25. Здесь есть те, которых нет на выставке. А-а-а. Да, не все. Какие-то перекликаются, какие-то нет, но они все связаны именно с этой темой, именно с городским пейзажем. Вот, и... И это календарь на 23-й год. Ещё раз мы обращаем ваше внимание, что... Вот можно не бегать, как, извините, курица с отрезанной головой в последнюю неделю декабря, покупая всем подарки на Новый год, потому что мы... Понятно, что кому-то самым, может быть, дорогим, близким покупаем какие-то прям вот, ну, значительные подарки. А есть ведь огромное количество людей, которых хочется порадовать, да, и ты всё равно что-то маленькое такое для них покупаешь. И уже давно, наверное, такая традиция у многих, кто едет в другие города или кто здесь, в Кирове, поздравлять, там, поддерживать отчасти какие-то наши местные сообщества, да, и при этом вот что-то такое значимое, там, да, и приятное сердцу, глазу дарить. Так что можно прямо сейчас это делать, я так понимаю. Да, они все есть на выставке. Также там есть именно... Нет, не только. Открытки с работами... Художников тоже, да? То есть всё можно приобрести прямо там, да? Прямо наборы открыток, да, можно собрать? Нет, они поштучны, но можно... Можно собрать набором. Я прямо сейчас держу в руках. Отличный, кстати, подарок, если вы едете в командировку, мне кажется. Листаю как раз этот календарь. Естественно, сразу же хочу себе такое. Конечно, мы что хотим. Он так интересно выполнен. Помимо вот, собственно, работ, которые здесь представлены, тут сам дизайн очень интересный. Вот та текучесть, о которой мы говорили, прямо здесь представлена. То есть на пространстве, на пустом белом пространстве здесь такие имитированы, да, капли краски, как раз брызги, как будто бы вот здесь вот с картины чуть-чуть потекла краска на другое полотно. Прямо великолепно. Мне очень нравится. Дизайном календарей у нас занимается Татьяна Коршунова. Она у нас художник, дизайнер книг и художник-иллюстратор, поэтому эта тема её... Издательство украдкое, я так понимаю, да, календарь делала? Да, поэтому это вот её задача. Мы только предоставляем картинки и свои пожелания. Большой привет Татьяне. В общем, да, сим-симбиоз прекрасный получился. Результат просто не может не радовать. И вот, я не знаю, мне кажется, что это будет подарок, который уйдёт у нас первым сегодня во время розыгрыша. Да, к сожалению. Ну что, тогда потихоньку переходим к розыгрышу, тогда уходим на рекламу, наверное, сейчас убегаем. Возвращаемся и приступаем к вопросам. 211-101, наш номер телефона. Возвращаемся в эфир. Программа «Культ поход» продолжается. Ирина Черных у нас в студии. Художник, член Вятского союза акварелистов и союза акварелистов России. Сегодня мы говорим о выставке «Городок провинциальный». Как раз союз акварелистов её представляет. Выставка, напомню, работает в арт-холле отеля «Черушин». Вход со стороны улицы Московской, рядом с рестораном «Россия». Либо, если это выходные дни, то можно через ресторан «Россия» туда на эту выставку попасть, если вы не в будний день туда пойдёте. Ноль плюс возрастное ограничение. До конца лета. До конца лета. Пока. А потом, возможно, ещё переедет куда-то. У нас тут уже прямо в эфире рождается возможное продолжение этого проекта. Ну, или где-то ещё в Кирове будет, или где-то в городах нашей области. А может, ещё куда-то уедет. Вот. В общем, мы сейчас приступаем к розыгрышу призов. Ирина очень любопытные вопросы заготовила. 211-101 наш номер телефона. А вопросы, я так понимаю, связаны всё-таки с акварелью, выставкой? Да? Нет? Конечно. Связаны. Отлично. Отлично. Ну, тогда озвучим список призов. Во-первых, конечно же, прекрасный, замечательный каталог, о котором мы только что говорили. Во-вторых, у нас есть... Календарь. Календарь, да. На 23-й год я обращаю внимание. Да, но он больше похож на каталог, конечно. Вот. Так. И пригласительный в кинотеатр «Смена и дружба», как всегда, у нас есть. Также есть пригласительный в галерею «Прогресса» на фотовыставку улицы Лагранжа и Александр Роченко. На 21 августа работает. А, то есть скоро закроется. Коробейтесь. Ограничение по возрасту 0+. Ну и, конечно же, книги от магазина «Читай город». Аня, пожалуйста, озвучь. Хорошо. Книги у нас хорошие. Я старалась подбирать. Ксения Станиславовна Алицарева тоже старалась. Поэтому мы сегодня разыгрываем следующие книги. Саша Николаенко. «Жили люди, как всегда», записки Феди Булкина. Трогательное повествование о бессмертности человеческой души и неизменных истинных бытия. 16+, возрастное ограничение. Рагим Джафаров. Картина Сархана. Художник еще не закончил картину. Она уже была куплена. Семь человек приглашены на просмотр, но не все останутся в живых. Очень интригующий анонс. 18+, возрастное ограничение. И, по-моему, очень хороший отзыв Галины Юзефович на эту книгу известного критика. Елена Михалкова. Тут уже мой хороший отзыв. Я знаю, как пишет этот человек в социальной сети. Я думаю, что «Детектив», ее написанный с юмором, наверняка очень интересно почитать. Тем более, что все еще лето продолжается. Если вы куда-то едете, «Детектив», вот, мне кажется, лучшая книга в дорогу. Итак, Елена Михалкова, ваш ход «Миссис Норридж», сборник детективных рассказов про английскую гувернантку Эйму Норридж. Ну, традиционной викторианской Англии, преступления, любопытный ход расследований, 16+, возрастное ограничение. Ну, извините, я эту книгу оставила на финал. Вот, Гульна Роша, я вижу ее реакцию. Эви Данмор, мой любимый детсок. Я ничего не буду про нее говорить, кроме того, что вот если вам сериал «Бриджертон» и понравился, и вы вот этот жанр приняли для себя, то эта книга вам понравится точно. 18+, возрастное ограничение, не просто так. Ну и напоминаем, что эти другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город», по адресам Преображенская, 65, торговый центр, Театроли, Ленина, 103А, торговый центр, Крым, Луганская, 53, торгово-развлекательный центр, Макси и «Читай город» в Торце, фестиваль на Волково, 6А. Все, теперь вопросы. Ирина, пожалуйста. Мне сказали начать вопросы именно с этого, потому что он... Он мне очень понравился. ...самый интересный. Давайте. Какое изобретение человечества послужило возникновению пленэрного искусства? То есть мы напоминаем, что пленэр, мы говорили об этом во время программы, это пленэр, это работа прямо на воздухе. На открытом воздухе. Итак, какое изобретение человечества вообще сделало возможным работу художника? На пленэре. На пленэре. Мы не будем давать варианты ответа. Нет, нет. Мне кажется, надо подумать, почему раньше нельзя было писать работы на свежем воздухе, что этому мешало. И что поспособствовало тому, что можно стало, да? Кто изобрел, интересно. А вы знаете, кто был изобретателем? Добрый день. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Константин. Итак, Константин, какое же изобретение поспособствовало возникновению пленэрного искусства? Ну, может быть, мольберт или краски, которые не замерзают. Так, близко. Правильно, второй вариант ближе. Второй вариант уже близко, да. А почему краски? Ну, вот они не только, наверное, не замерзают, да? Иногда, наверное, замерзают, их спиртом развивают. Ну, в тюбиках краски. Да. Ну, вот, слушайте, а мы боялись, что не догадались. Да, изобретение тюбика изобрел его американский портретист, сейчас скажу, в 1840-х годах Джон Рэндом. Ух ты, это больше, это почти 200 лет назад было, слушайте. Надо же. Здорово. Ну, что ж, вы большой молодец, спасибо вам большое за правильный ответ. Какой приз вы хотели бы? Календарь. Ну, конечно, мы так и знали, конечно, да, что календарь у нас заберут первым. Календарь прекрасный, очень рада за вас. Он у нас в редакции, за ним приходите, забирайте, а мы переезжаем к следующему вопросу. Спасибо. Ирина, следующий вопрос. Следующий вопрос такой немножко шуточный. Какой акварельной техники не существует? По сырому, по сухому, по полусухому или по полусладкому? Слушайте, а мне кажется, последний вариант, он тоже имеет право на существование. Между прочим, я видела какие-то группы, какие-то паблики, которые проводят мастер-классы рисования вином. Да, почему бы и нет. Ну, то есть, слушайте, сложный вопрос. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Очень жаль, что ушел календарь. Ну, ответ, конечно, по-полусладкому. Может, открыточки у них сохранятся у авторов выставки. И еще одним календарем пожертвуют. Тут же тут, видите, выпрашивают уже просто в подарок. Нет, ну слушайте, так каждый следующий слушатель будет просить. Уже, конечно, будет просить календарь. Календарь был один, один, Александр. Так что выбирайте другие кризисы. Выбирайте книгу либо билеты в кино. А вообще, вы... Куда? Билеты в кино. Билеты в кино. А ответа правильно, Ирина? По-полусладкому, да, можно сказать. То есть нет такой техники? Такой техники нет. На самом деле нет и по-полусухому. Но я пишу именно так. Понятно. В общем, Александр, билеты в кино в смену выбираете, я так понимаю. Да, да, да. Все, они достаются вам, а мы движемся дальше. У нас есть еще вопросы? Есть еще вопросы. Такой вопрос очень вятский. Хорошо. Кто из известных художников прошлого родился на вятской земле, кроме братьев Воснецовых? Угу. Хотя бы троих можно назвать. То есть хотя и больше. Три фамилии надо назвать. Кто из известных художников прошлого родился на вятской земле? Ну, это прямо вот известные художники, такого же уровня, как Воснецовы. Или чуть менее известные? Ну, я считаю, что все... Известные, известные. Да. На вятской земле, кто родился, ну, вперед, давайте, 211-101. У вас есть еще три минуты на то, чтобы перечислить нам. Ну, давайте, ладно. Вот три, говорит Ирина. Я понимаю, что, возможно, сложно. Ну, может, кто-то и больше. Давайте, вы нам звоните, вы говорите эти фамилии, а мы будем там думать, засчитать ваш ответ как правильный или не засчитать. Ирина будет судьей здесь. Да, 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 да. 211-101. Кто из известных художников прошлого родился на вятской земле? Кроме Воснецовых. Назовите одну, две, три фамилии, лучше три, потому что три – это сразу 100% гарантированный приз, а два мы еще подумаем. Вот, ну, мы разрешим вам ошибаться, наверное, да, один раз. Добрый день, как вас зовут? Алло. Да, добрый день. Здравствуйте, да, как вас зовут? Сергей. Да, Сергей, ну, давайте, называйте художников. Называть, да? Да, 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 конечно. Попробую Шишкин. Так. Сохряков. Ага. Не знаю, какие-то еще варианты-то. По Воснецову понятно. Давайте, давайте, давайте. Воснецову просили не называть какие-то имени. Давайте, один остался, один художник. Давайте, вспоминайте, Сергей. Ну, что же такое? Сейчас, я думаю... Там у вас просто часы тикают, я слышу. Или поворотник. Мы про отца одного сегодня уже говорили, упоминали. Эта фамилия много раз звучала. Ну, по-моему, я, может быть, про Хорушон. Не-не-не, подождите, смотрите, вот выставка. Я правильно понимаю, да, художник? Там выставка в отеле с фамилией, названием которого является... Да, 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 да. Отель Чарушин подразумевает Ивана Аполлоновича, конечно, но у него сын Евгений Иванович Чарушин. Да, да, да. Известный художник, график, иллюстратор. Мы все выросли на его книжках. Ну что ж, засчитываем. Засчитываем. Ура, ура. Сергей, какой приз вы хотите? Билеты в смену. Вы знаете, возможно, да, выдам вам билеты в смену, так что Сергею билеты в смену достаются. У нас остается две минуты, на самом деле, до конца эфира. Пожем успеть еще один. У нас есть у Ирины вопросы, да? Нет. А я могу задать свой. Ну, у меня такая же угадайка примерно, да? Сейчас мы про Чарушина начали говорить. Давайте вот так. Три работы архитектора Чарушина Ивана Аполлоновича в нашем городе, которые сохранились до наших дней. То есть вот это здание реально существующее. Многие из них известны, что это здание Чарушина. Поэтому 211-101. Давайте бегом. У нас минутка остается прям реально. Минутка. Звоните, звоните. Бегом, бегом, звоните. Называйте. Очень известное здание у Чарушина. Ну, вот, мне кажется, три... Ты уже сегодня упоминались. Конечно. Три объекта назвать его авторство – это вообще не вопрос, не проблема. Напоминаю, что у нас билеты в кино. Еще вас ждут и прекрасные книжки. Добрый день. Как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Да, Андрей, давайте. Я уверена, я вас верю. Давайте. Ну, дом чекистов на Ленина. Так. Только их там нет, они переехали в дом Тихона Булычева. Ну и давайте церковь Святого Серафима Саровского. Так, церковь Серафима Саровского, дом чекистов. Особняк Булычева, где я пользуюсь. Особняк Булычева, да, 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 да. Ну, в общем, ну, название, задание мое выполнил, Андрей. Ладно, так, хорошо. Какой приз вы хотите? Какая книжка Гульнари понравилась? Ага, хитренький. А вот не скажу, не скажу. Не, подождите. Мне никакая не нравилась. Я могу сказать, что вот Саша Николаенко, жили люди, как всегда, записки Феди Булкина. Либо Рагим Джафаров, картина Сархана. Вот и та, и та, Андрей, наверное, по вашему вкусу будет. Мой любимый герцог вам не предлагают. Это для девочек книга. А, точно? Ну, давайте тогда про Сархана. Про Сархана. Все, хорошо. Нет, я герцога вам тоже могу отдать. Ну, не знаю. Не надо. Не надо? Не надо. Ладно. Хорошо. Картина Сархана, 18+, Андрей, достается. А мы начинаем уже потихоньку сворачиваться, прощаться с Ириной Черных. Спасибо, до свидания, да. Говорили мы сегодня про выставку «Городок провинциальный». До конца лета она работает в арт-холле отеля «Чарушин», вход с улицы Московской, возле ресторана «Россия». И по буднему, и по выходным можно ее посмотреть. Прекрасные работы от Вятского союза акварелистов. Спасибо большое, Ирина. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Культ Пахвот.